Доктрина развития Териберки и ее архитектурного облика, благоустройство, привлечение туристов стали основными темами на заседании в правительстве области под председательством губернатора. С докладами выступили представители профильных ведомств, администрации Кольского района, некоммерческих организаций и потенциальные инвесторы. На первом плане проекты строительства соливарни и цеха по переработке дикоросов. Раньше это был импорт, и все бренды морской соли, пищевой соли, это западные бренды. Сейчас, поскольку, во-первых, есть тенденция на импортозамещение, и во-вторых, эмбарго на ввоз соли наложен, то морская соль тоже попала под это эмбарго. И мы хотим создать первый российский бренд морской соли. Второй цех по переработке местных ягод. Итоговым продуктом станут не только сами ягоды, но и вторичный продукт заморозка – концентраты, джемы, варенье. На данный момент под строительство выделяют участки заказа на оборудование. Планируется, что уже к началу сезона в июле месяце один из цехов заработает. Объемы производства должны составить до 4000 тонн соли в год и 1000 тонн ягод. Это обеспечит до сотни новых рабочих мест для жителей Териберки. Сейчас на территории Териберки уже запущено 7 новых инвестиционных проектов, которых вы услышали. И несколько проектов в сфере создания туристической инфраструктуры. Это эко-отель, который строится в переезде из Териберки. Владейная, инвестор, который реализует этот проект, он занимается помимо строительства гостиницы и коттеджного поселка, еще и социальной нагрузкой.